В Вознесенских казармах открылся каток. Его официальное представление состоится в воскресенье. Уже два года подряд на территории комплекса устраивают это зимнее развлечение совершенно бесплатно. По выходным в здании КСК планируются мастер-классы и музыкальное сопровождение. В этом году каток в два раза больше, чем в прошлом. Сезон назвали не аелка, поскольку планируются игровая и музыкальные программы. Эти активности мы будем проводить до конца февраля, то есть до начала марта, до конца зимнего сезона. Планируем устраивать различные мероприятия, в том числе мастер-классы, о которых мы будем сообщать. По выходным в казармах будут звучать новогодние хиты. Расписание удобное с 9 утра до 6 вечера в будни. В субботу и воскресенье график будет меняться в зависимости от активности. Сегодня на каток пришли юные корреспонденты детско-юношеской редакции городского телеканала. Люблю на санках кататься, на ватрушке, вообще на любом, только самое главное скорость. Люблю еще, ну на коньки я встала вообще в декабре этого года первый раз. Зима, это Новый год, это подарки, это снег, это красота связанная с гирляндами. Не все дети крепко стоят на коньках, но все хотели бы научиться уверенно скользить по льду. Теперь у них есть такая возможность. Я люблю очень кататься на коньках. Зима для меня это вообще класс. Потому что зимой я могу взять велик из гаража и поехать кататься. Так как дорога зимой, она вся скользкая, то велик, он едет боком. Мне это нравится. На коньках я научил меня папа кататься до этого, а сейчас катаемся с дедушкой. Честно, я не умею кататься на коньках. Это, наверное, третий раз, когда я встал на коньки. Ну, хочешь? Ну, да, хочу учиться. Зимних праздников, блестящие тревоги, немыслим и без катков. Александр Захаров, Марина Смарагдова, Василий Мосин, Главные телевизионные новости.